Здоровье начинается не с лечения заболеваний, а с их профилактики. В рамках такого большого праздника, как Всемирный день здоровья, в Южной поликлинике жители муниципалитета смогли пройти диспансеризацию. На осмотрах ждали семь врачей. Хирург, офтальмолог, лор, невролог и другие. Всего семь специалистов узкого профиля предстояло пройти гостям праздника в обязательном порядке в поликлинике Южная. Также участники Дня здоровья смогли сдать различные анализы. В диспансеризации приняли участие 15 человек. Врач-невролог Дмитрий Кузьмин заметил, что некоторые из них пришли на осмотр впервые. По сравнению с неврологическим заболеванием, оно достаточно большое. И от того, как быстро мы это все продиагностируем, тем быстрее мы можем помочь пациенту. И есть такой лозунг, тем крепче нервы, тем лучше здоровье. Пройти диспансеризацию решила Инга Фархатова, директор Лопатинской школы. Она давно придерживается правильного образа жизни и замечает, что в период напряженной эпидемиологической обстановки понимать, в каком состоянии находится твое здоровье, особенно важно. Сегодня вопрос здоровья наших граждан – это, наверное, самый главный вопрос, который мы должны решать все вместе. Очень благодарны докторам за то, что они нас сегодня здесь приняли. Но одной диспансеризации дело не обошлось. Гости праздника прослушали лекцию о здоровом питании и составили свою правильную тарелку. А придумав меню на ужин, можно и нагнать аппетит, сделать небольшую зарядку. Сейчас очень много работы, связанной именно с малоподвижным образом жизни. И что отдать 10-15 минут на какую-то зарядочку небольшую – это совершенно не представляет никакого труда. Но это поможет очень улучшить свое здоровье. Некоторые участники праздника в этот день решились на еще один важный шаг к поддержанию здоровья. Прошли вакцинацию от COVID-19. Сегодня защитить от вируса себя и окружающих такая же важная часть здорового образа жизни, как физическая активность или правильное питание. Александра Столярова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова